Бесмилляя рахмана рахим 5 марта 15 года исполняется 62 года с официальной даты смерти Сталина ну как говорят это только официальная дата Сталин к этому времени был уже мертв он умер раньше но самое интересное то что в 15 году на 5 марта приходится еврейский праздник Пурим праздник который связан с расправой над персами который отмечается это кровавая расправа отмечается и является основой смыслом этого очень крупного еврейского праздника не буду вдаваться в историю мартехая хамана эсфири которые получили у тогдашнего иранского монарха я имею ввиду эсфири мартехая лицензию на уничтожение своих иранских врагов тогда было убито 75 тысяч персов и это убийство отмечается до сих пор как символ расправы евреев со всеми теми врагами которые посмеют бросить им вызов кстати говоря те кто по приговору Нюрнберга шли на виселицу они назвали расправу над ними тоже кровавым пуримом но есть интересное совпадение совпадение поскольку известно что еврейский календарь подвижен относительно солнечного он солнечно-лунный и он перемещается и как бы немного ездит туда-сюда поэтому одна и та же дата по еврейскому календарю не приходится на одно и то же число в разные годы по солнечному общеизвестному календарю так вот в 53-м году когда Сталин умер пурим приходился на 28 февраля 28 февраля точнее в ночь на 28 февраля был убит Борис Немцов сакральная жертва сакральная жертва это те слова которые про него были сказаны про него были сказаны следственными инстанциями Российской Федерации 28 февраля 53 года а пурим сегодня который будет 5 марта совпадает с датой смерти Сталина это конечно на первый взгляд не связанные друг с другом даты но для конспирологов великолепное поле для ассоциаций спекуляций рассуждений и так далее потому что числовой символизм это вещь которой пользуются очень многие организаторы криминальных процессов в истории и в политике это так и и и